Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, можете меня поддержать на бусте. Ну а также знайте, что если вдруг вам нужны игры или подписка для вашего иксбокса, то смело обращайтесь к ребятам из XGames. Неоднократно проверены ребята, ссылку оставлю в описании. Начнем с того, что я, как и вы, был безумно рад тому, что несколько лет назад анонсировали новое поколение консолей. Чтобы вы понимали, для всего геймерского сообщества это действительно важное событие, поскольку выпуск новых консолей, ну, всегда сопровождается новыми крутыми играми, технологиями, какими-то функциями и прочими вещами, которые отчасти дарят новый опыт. Я мега активно сижу на консолях со времен PlayStation 2, и каждый раз, когда у меня появлялась новая игровая приставка, именно нового поколения, я офигевал от того, насколько это крутое приобретение. Прямо как сейчас помню свою первую игру для иксбокса 360-го, Star Wars The Force Unleashed, которая была офигенная по графону на то время, там была очень классная система разрушения. Помню, как первый раз запустил Kinect для него, и офигел, что можно играть, оказывается, без проводов. Переходом на Xbox One я вообще пищал, что теперь я могу делать контент, и в целом консоль стала универсальным устройством. С новой камерой Kinect 2.0, которая работала еще лучше, конечно, она сдохла, но да ладно. Помню, как сразу же купил себе три новых игры, две из которых были Dead Racing 3, которая поражала количеством зомби на экране, и всякими фишками в виде компаньона на телефоне, там связи с Kinect. Помню, как офигел от первого запуска Rise in Rima, ибо такого графона до этого момента я просто не видел. И так или иначе, эмоций было очень много, было какое-то, знаете, удовлетворение и осознание, что вау, круто, я не зря купил это устройство. Что вы понимали, у предпоследнего на данный момент поколения консоли, а именно у восьмого поколения, были проблемы, и они все упирались в не такое актуальное железо консоли, мол, консольки слабые, и именно поэтому мы иногда видим такие кринжовые истории, как 720p, дробующее количество кадров и так далее. Напомню, что в восьмом поколении случился эксперимент, в котором платформы-держатели выпустили еще по одной консоли. Насколько я помню, до этого момента такого раньше не было. Новые консоли отчасти как раз и решили проблему восьмого поколения, а именно проблему в железе. Тогда в целом и понесся весь этот маркетинг с терафлопсами, кстати, ставь лайк-усик, если помнишь. И да, отчасти так и было. В некоторых играх мы действительно стали получать разрешение 4К и 60 фпс. И как раз таки после анонса девятого поколения, нас уверили, да и мы в целом сами предполагали, что такой показатель в виде 4К и 60 фпс действительно станет стандартом. Ибо мощи консоли выросли в два раза, появились новые технологии, появились новые движки, в общем все очень круто, и всем нам казалось, что вот наконец-таки пришло то, что нам консолям и не хватало. Конечно, стоит учитывать, что в это же поколение вышел Xbox Series S, который вызвал у многих вопросы по ее актуальности, ибо она была слабше того же Xbox Series X и PlayStation 5, но в целом ее очень хорошо приняли как входное устройство для девятого поколения. Да, если что, эта малютка по идее должна прожить до конца девятого поколения и запустить все новые игры, поэтому если вдруг у вас есть эта консоль, то сидите, играйте, радуйтесь, она реально классная. Но случилось то, что в первые дни релиза мало кто предполагал. Консоли так или иначе вернулись к тому, от чего уходили к нестабильному разрешению и к нестабильным кадрам в секунду. Для многих это печально, для некоторых все равно, но факт остается фактом. Новые консоли, несмотря на свою мощь, все равно показывают неидеальные показатели в не таких уж и классных играх. Особенно отличились там рыцари Готэм, Моголы, Мэрэдфолу. Примеров достаточно, и сказать, что мы столкнемся с подобными ситуациями два с половиной года назад, ну я бы не поверил. Можем еще, конечно, при этом всем вспомнить еще одну из технологий под названием трассировка лучей, которая, кстати, на консолях как бы есть, да, ну возможность ее сделать, но что-то как-то уже не особо она фигурирует в каких-то играх. Помимо этого, хочется еще заострить внимание на то, что в данный момент уже вышли сомнительные проекты, которые каким-то боком обошли старое поколение консолей. На стороне Xbox это был Scorn, Medium, Bright Memory, Redfall, и, казалось бы, в этих играх не было ровным счетом ничего, чтобы не выйти на старое поколение, ибо вспомнить, какие игры выходили на плойки, они были выше качества. Ну возьмите тоже, я не знаю, Бог войны, Рагнарёк или Хорайзен. Исходя из этого, увы, но надо признать, что с новым поколением нас просто обманули. Тут уже нету конкретно виновных, и ни в коем случае нельзя сказать, что там Sony какие-то плохие, или Майки виноваты в этом. Нет. Тут, наверное, проблема куда больше, и на мой взгляд, она просто экономическая. В данных реалиях длительно поддерживать какое-то неплохое игровое устройство не всегда выгодно, ибо тот, кто делает железки для них, хочет всегда классно зарабатывать и зарабатывать еще больше, и поэтому они всегда придумывают все время что-то новое для того, чтобы нас забайтить на покупку. По этой причине мы, мне кажется, увидели и мощное восьмое поколение, и увидели девятое поколение консолей так рано, ибо взгляните даже на новые игры. Нету какого-то обоснования, что да, вот плойка четвертых, к примеру, ну не потянула бы того же Человека-паука 2, ибо там уж точно нужен мощный SSD. Поверьте, нам каждый раз будут находить подобные отмазы при надобности. На мой взгляд, новое поколение все-таки вышло крайне рано, и оно могло бы спокойно не выходить как раз-таки эти два года существования, поскольку какого-то явного обоснования, для чего нам нужны новые консоли, ну, так и не появилось. Да, нам очень круто рассказывали про сильные тарафлопсы, про какие-то потенциалы, могучие SSD, которые оказываются и не нужны особо для того, чтобы запустить игру для плойки. Да, привет Речету, который выйдет на ПК. И, по сути, за эти два с половиной года вся вот эта вот вера в консольное железо напрочь растворилась. Она не работает, просто не работает. Увы, девятое поколение нам четко и ясно это все подтвердило, что не все зависит от мощи. Кто-то скажет, что это Мархин. На самом деле он также отчасти будет прав, но я больше приписываю это к простому обману, из-за которого консолям, да и в целом этой индустрии, тоже верится с трудом уже. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Конечно в этом случае найдутся пекари, которые будут говорить, что вот надо было всем собирать ПК, тогда бы вы не ныли. Но в ПК тоже не все замечательно, ибо купив все самое последнее, вы также не будете получать тот максимум, на который рассчитывали. Да, у вас будет выше качество, чем на консолях, безусловно. Но на это вы потратите куда больше денег и все равно не получите тот самый максимум. Просто понимаете, не одни железки должны вытягивать то, что выходит, ибо системки это лишь машина для запуска. И над каждой игрой, которая выпускает под эту машину, должны работать люди, руками, на других инструментах. И если бы разрабы просто умело бы использовали все то, что у них есть, вопросов бы просто не было. То есть выпустили бы новые консоли, новые железки, их используют так, как они должны работать, да, оптимизируют каждую игру, вау, классно, офигенно, я не зря обновился. Вот так это должно работать. А что сейчас? Вот выходит новая финалка, и в некоторых моментах игра дробится до 720p. Ну как это так? Еще забавно было слушать во время восьмого поколения консолей, что если вдруг что-то не получается, то виновата железо, которое не позволяет сделать все то, что запланировано. Мол, ну вот разработчиков всегда что-то сдерживало. Я, если честно, в это верил, но с новым поколением уже нет, ибо даже при хороших мощах у нас все равно выходят говносделанные игры, и даже через два с половиной года. Потому что была такая тема, что, ну блин, они еще не освоились, и дела, там нужно годик подождать, будет топово, ну, в итоге вы все видите. Тут же я, опять же, приписываю даже те игры, которые имеют дропы, творческие решения и так далее, ибо, опять же, проблема с железом, она решилась. Кто же виноват теперь? На мой взгляд, виноваты еще и сами пользователи, которые каждый раз пытаются все это оправдать или сгладить углы, и еще к тому же поддержать проект рублем. Я это делаю тоже, признаюсь, но это лишь от того, что сама индустрия заставляет это делать за счет просто отсутствия выбора. Либо не играешь, а играть-то, конечно, хочется. Поскольку, куда ни посмотрите, везде будут какие-то косяки, и чтобы игра вышла сразу сделанной от начала до конца, это реально редкость. Какие-то патчи первого дня и так далее. На мою память, последний такой релиз, я бы сказал, гладко сделанный, это был, по-моему, Hi-Fi Rush. В остальных же моментах это либо плохая оптимизация, либо баги, лаги и тому подобные темы. Несмотря на это, стоит признать, что иногда плохая оптимизация это не помеха к тому, чтобы кайфануть от игры. Я это сам говорил и буду говорить, но конкретно сейчас вопрос чисто технический. Почему денег надо больше, мощей тоже, а это не ощущается. И знаете, фигово осознавать, что при всем при этом за игры стоимость их растет. А качество осталось на том же уровне или идет назад. Нету какого-то шока от графона. Я просто вспоминаю седьмое поколение консоли, которое нам подарило такие классные игры, как GTA 4, Assassin's Creed, Red Dead Redemption и прочее. И несмотря на мощь, прорыв ощущался невооруженным глазом. Каждая новая игра чуть ли не на две головы была лучшей предыдущей. Или там проработаннее. Сейчас же в нынешних реалиях получить хорошо сделанную игру это чудо. Я уверен, что найдутся умники, которые скажут, ой, вы заколебали там ныть, вам все не нравится, все хорошо, прекрасно, все дела. Но проблема в том, что чаще всего такие челики не покупают игры за полную стоимость. Либо они там играют через подписку, либо же через гроши, сделанные через там другие регионы. Либо просто они новички в игровой индустрии, но типа за все шарят. Я конкретно сейчас оценю игры как проект за фактическую стоимость. И мной игры просто не соответствуют данной цене. Градус бурления массы, кстати, как раз таки сглаживается за счет тех самых подписок. И сейчас в нынешних реалиях даже не обязательно продать игру. И возможно как раз таки из-за этого мы и получаем то, что получаем. Мы с вами скорее всего больше никогда не получим какое-то, знаете, наверное, классное устройство без изъянов, на которых бы мы смогли сидеть долгие года, получая какой-то прям максимум. Поскольку нынешняя модель игрового бизнеса, да и в целом ситуация в мире, не гарантирует вам качество, как это было раньше. Вот этот вот микропрогресс, он двигается настолько быстро, что успевать за ним это себе дороже. За прогрессом никогда не угнаться, и вряд ли мы что-то с вами в этом изменим. И возникает следовательный вопрос, а что тогда делать в этой ситуации? Ответ, наверное, один. Пользоваться тем, чем по кайфу. Я лично, несмотря на то, что в каком состоянии выходит игра, все равно буду сидеть на консолях. Ибо выкидывать кучу денег на ПК, где у меня будут множество ошибок, рандомных, которые я должен как-то решить, я просто не хочу. Мой стиль по этому вопросу, это просто купить устройство недорогое для комфортного гейминга. Окей, если игра будет в 30, ну что ж теперь поделать, придется играть. Зато игра будет, опять же, и без проблем, именно без рандомных каких-то ошибок. Если вы шарите за ПК, и у вас не бывает проблем, лучше соберите ПК. Но самое главное, опять же, делайте то, что по кайфу. И тогда вот эти вот проблемы, они, конечно же, останутся, да. Но, так или иначе, они вам не будут казаться какими-то глобальными. Потому что, если сейчас ПК-шник возьмет консоль, и там будет 30 кадров, поверьте, он расстроится намного больше, нежели рандомные ошибки. А если консольщик соберет ПК, и он будет видеть постоянно вот эти рандомные ошибки, он расстроится больше, чем 30 фпсами. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Увы, но, как по мне, тут нифига не сделать, можно ходить тысячу причин, тысячу проблем, почему, из-за чего это получается. Но игровая индустрия может измениться лишь тогда, когда народ будет требовать отказываться от покупок и возвращать за это деньги. Да, потребитель на рынке даже сильнее, чем вы думаете, поскольку именно он делает кассу и заставляет компанию работать дальше. Как только игры перестанут покупаться, поддерживаться рублем, индустрия пересмотрит все свои планы и взгляды. Типа, вау, ребят, а мы оказывается можем в оптимизацию, да. Но, опять же, такие ситуации не крайне редки и в глобальном плане они вряд ли произойдут, ибо многих устраивает и эта ситуация, поэтому остальным лишь придется с этим смириться. В любом случае, не стоит унывать, просто нужно, опять же, пытаться кайфовать от того, что хотя бы имеем, и меньше верить в пустословные обещания по поводу следующего нексгена, и, опять же, перестать гнаться за какими-то новыми консолями, лишь за какой-то мощи. На этом, в принципе, все, вот такой вот ролик получился, спасибо, что досмотрели до конца, если понравились мои мысли, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и еще раз большое спасибо вам за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok